привет друзья меня зовут андрей сегодня мы посмотрим tales from данвич истории данвича это первый эпизод на нее появился расификатор так что сейчас можно почитать возможно какие документы которые будут в игре ну и в принципе до этого я ее не видел обнаружил только сейчас и поэтому решил ее посмотреть записать и показать вам давайте начнем новую игру игрушка относится к жанру хорроров сделана на на юнити ну в общем то выглядит она неплохо я не разговаривал со своим отцом много лет ни разу после того как он послал меня подальше как дитё малая он сказал мне что причина этому его работа детектива и вдруг я получаю от него письмо с простой просьбой вернуться домой и дальше я не успел так управление у нас не от первого лица все осуществляется мышкой пока я не найду бензин она извините на сантиметр понятно приехали то есть да добро пожаловать данвич как-то не очень так надеживает да то что вот сильно комфортно находиться ну здесь вроде я больше ничего не вижу вот можем идти дальше по дороге так телефонная будка понятно никаких зацепок здесь больше нету есть переход дальше пора будем позвонить не работает кажется очень старый ну значит заедемся дальше ты еще что вы таки землетрясение но вполне возможно что это здесь нормальное явление мы даже не знаем где мы находимся какие-то шумы какие-то шумы ну так здесь вроде бы ничего не видно дошная заправка пойдем посмотрим на нее поближе ну-ка бензина бензин колонки давно нет здесь я думаю тоже ничего нет судя по виду здесь сюда лавнем давно брошено да чувак тут нам ничего не светит пойдем к машинам так вот два клика это бежать надо будет запомнить машина не в том состоянии чтобы заводиться но в баке еще осталось немного бензина слить бы ее как-нибудь сейчас поищем варианты я думаю что нибудь где-нибудь должно быть так газетный автомат старая газета в немало интересного только какая-то статья обороне делья поэре пропавшим после сообщений о необычной активности в особняке но это наверняка связано будет с нашей историей тут я ничего не наблюдаю пойдем посмотрим еще тут чуть далеко ты убежал вернись назад так на мусоре по-любому что нибудь может быть здесь нет ничего кроме мусора подождите-ка там шланг возьму на всякий случай давай бери ну вот шланг у нас есть теперь осталось найти какую-то посудину чтобы слить топливо здесь я пока ничего больше не вижу пробуем еще тут полазить а так это инвентарь оказывается все понятно и интересно можно найти какое-нибудь ведро канистру ну ладно канистру можно даже не надеяться хотя бы ведро какое-нибудь тут уж все сгодится попробуем двигаться дальше возможно мы найдем что-нибудь здесь что у ящика идет странный запах даже заглядывать в него не хочу но было бы неплохо мало ли что там нет понятно что там конечно что-то совсем плохое но нет да ну ладно не хочешь не хочешь тебя все не заставят что-то сделать как бы мне не хотелось что-то сделать 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 ну ладно что-то сделать это сделать Ставь ключ. Ну отлично, я так понимаю ключик может быть от дома. Это определённо нам пригодится. Так, а вот хотел я ещё в окно заглянуть. Давай попробуем. Все окна заколочены, зачем? Ну как зачем? Чтобы что-нибудь не залезло внутрь или не вылезло наружу. Тут уж по ситуации. Да. Есть идея, что это возможно просто особняк, товарищи который со странными событиями как-то был связан. Тут собственный погиб. Это, во, точно. Чё серьёзно? Кажется сломан, может это и к лучшему. Всё равно я не большой любитель смотреть телевизор. Так, мне кажется и кто-то здесь есть. Хотя в таком жутком месте. Старая фотография женщины, всё её лицо исчёркано. Открытка. Давайте посмотрим открытку. Мой дорогой Сэм. О, как же ты вырос. Я не в силах тебя снова... Как мы рады видеть тебя снова в данвиче. Слишком долго ты меня не видели. Мы тебя не видели. Добро пожаловать домой, сынок мистер Уитли. Она адресована мне. Кто-то ревёт и метёт. Видели спирта, но слышу музыку. Какие-то звуки, похожие на плач. Ну, чё-то я не очень хочу её открывать. Так, сюда не пройти, наверное, ничего нету. Ну, пойдём поднимемся. Других вариантов я всё равно не вижу. Так, осмотримся. Бинокль. Кто-то следит за кем-то через окно. Да кто бы сомневался. Зачем ещё нужны бинокли? Ещё одна фотография. Старая фотография женщины с ребёнком. Лицо женщины исчёркано. Опять же. Что это было? Да что ты будешь делать, ну? Да-да, я уже понял. Старая фотография. Так, и куда оно… или он убежал? Так, ну, похоже, я сделал какую-то задачу, мне нужно было увидеть эту фотографию. Иначе бы этого звука, я думаю, я не услышал. Давай. Пойдём выясним. Точно. Ох ты, какая жесть отсюда. Почему, отец? Почему? Да. Так, вот есть канистра. Ну, значит, всё-таки я правильно шёл. Канистра для бензина. Пустая, но может пригодиться. Записка. Пригодится. Записка. Ну-ка. По-моему, то же самое, что и на полу написано. Что тут могло произойти-то? Жесть какая-то. Ну, во всяком случае, написано, ну, вроде как, не кровью. Может быть, и пронесёт этот раз. И никто не будет пытаться оторвать мне голову. Или съесть. Или то и другое. Так, я канистру-то взял? Взял. Никаких больше выходов я здесь не вижу. Ну что ж. Я думаю, можно двигаться к машине. Потому что дальше здесь идти некуда. Пробуем слить бензин. И заправиться. Так, так и так. Ну, тут всё, в общем-то, очевидно. Ну, будем надеяться, что никто тут не кинется, пока буду заливать бензин в машину. Что-то там явно есть. Подвезти, пожалуй, не будем. Не понимаю, зачем здесь эта будка. Нет, конечно, для натуража оно неплохо, но не более того. Давай, заправляйся. Бензин должен охладить, чтобы добраться до офиса моего отца. Надеюсь, он сейчас там. Смотрим. Ну вот. Похоже, мы приехали. Что у нас тут есть? Это карта данвича. В некоторых местах стоят пометки. Похоже, отец расследовал много дел. Смотрим дальше. Вот. Досье по делу. Ну-ка. Видимо, это дело, которым занимался отец. Оно о людях, пропавших в особняке Деля Паэр. Может, он пошел в особняк. Надо бы искать его там. Я думал, что я попал в особняк Деля Паэр. Но, видимо, это был просто какой-то дом. И, в общем-то, такой второстепенный достаточно. Так, так. Компьютеры не работают. Фотографии. Сейчас посмотрим. Ну, кажется, все. Здесь больше я ничего не вижу, с чем можно взаимодействовать. Посмотрим на фотографии. Фотографии пейзажей со всего мира. Отец никогда не путешествовал. Наверное, он хранит их, чтобы напарники не посчитали его букой. Так, вот что-то было. А, это дверь. И шляпа. И пальто. Так, почему они здесь? Отец уходил в спешке. Даже не захватил с собой шляпу и пальто. Да, все это очень странно. Ну что ж, двинемся. После переезда во владение Ля Паэро, у меня не покидает ощущение, что здесь все так и осталось, как обустроил отец. Когда я зашел в особняк, нагрянуло буря. Ладно, хоть я спятался от дождя. Ничего себе обустроил. Телефон работает. Мне всегда везет. Телефон не работает. Кто бы сомневался. В такой-то дыре. Кому сберет в голову повесить у себя дома такую картину? Ну да. Кладбище-то, ага. Самое то для обстановки. Нет, конечно, если жить в склепе, то может оно и неплохо. Что здесь есть еще? У нас две двери. Ну, двигаемся сразу в эту. Раз уж она ближе. Дверь заперта. Понятно. Ладно, давай в эту. А вот в эту мы можем. Такой скрип, как будто бы кто-то ходит. Где-то совсем рядом. Сохранимся? А так кто же его знает? Что тут может произойти? Потому что я не удивлюсь, если вдруг нужно будет от кого-нибудь очень быстро убегать. Не зря же здесь есть, в принципе, эта возможность. Что-то как-то очень далеко я иду. И что у нас здесь? В фотографии. В названии картины написано «Барон де ля Паэр». Значит, это и есть владелец этого места. Он оказался вполне серьезной личностью. Ну да, на клоуна не похож. Так что вполне серьезно. Зачем мистер де ля Паэр вызвал меня сюда в такой час, для меня загадка. Еще он вызвал доктора Траска и мистера Торнтона. Говорят, что проблема с крысами в стенах – дело первостепенной важности. Если хотите знать мое мнение, то все это чушь. Однако за это нам хорошо платят. Надеюсь только, что Торнтон не станет лепить чушь насчет его психического состояния. Сэр Уильям Бринтон. Что-то я заговариваюсь. К сожалению, нельзя повлиять на скорость исчезновения картинок. Так почему старая записка? Хотя может все это давненько было. Выглядит все, конечно, очень, очень ужасно. Тут у нас кухня. Осмотримся чутка. Кажется, совсем недавно здесь готовили. Точно не знаю, что это, зато знаю, что есть я это не стану. Какое-то кровавое месиво. Я бы тоже не стал. Ну что, мы там труп не найдем, случайно? Холодильник – отличное место для этого. Из холодильника этот ужасный запах. Господи, кому пришло на ум положить здесь что-то подобное? Кажется, в руке ключ. Ну, не труп. Но тоже неплохо. Так, и все, да? Ну, понятно, понятно. Ну что ж, пойдем обратно в основной зал. Тут, в общем-то, больше никаких вариантов и нету. Да. Определенно. Только туда. Стой. Нет. Нет, нет, нет. Все не то. Ну, единственное место, куда мы не ходили – это лестница на второй этаж. Давайте на нее там и посмотрим поближе. Так, ну вот. Тут у нас две двери. Ну, давайте пойдем сюда. Я думаю, это не принципиально в любом случае. Здесь, я думаю, везде интересно. Заляпанное кровью зеркало. Похоже, кому-то не понравилось виденное в зеркале. О, уточка. Сколько крови. Кажется, в сливе что-то застряло. Рукой достать не получится. Ага. Ну, сейчас поищем что-нибудь. Проволоку какую-то. Так. В бачке никто ничего не спрятал. Так. В ванной наверняка давно не пользовались. А тут всем давно не пользовались. Не то, что в ванной. Ну, пойдем искать какую-нибудь проволочку. Что-то, походу, есть какие-то немножко однообразные. Хотя... Что-то, со днях тоже. Должен быть однотипным. Такое ощущение, что свет-то здесь горит. Хотя, вроде как, и не должен. Даже телефон не работает. Что это? Мой дорогой Сэм. Данвич – это дом со множеством секретов. Большинство из них внешнему миру не понять. Этот особняк – очень необычное место. Скажи, ты слышишь меня? Услышишь со временем. Мистер Уитли. Кого я должен услышать? Да мне кажется, тут так хуже слышно. Что все тут не так уж замечательно и радужно. Что-то здесь явно есть. Сделаем еще одно сохранение. Никогда не знаешь, когда оно может пригодиться. И звуки были явно с третьего этажа. Дверь заперта. Так, а у меня есть ключ. Ну-ка. Что, не хочет? А так? Все равно не хочет. Значит, я где-то прошел дверь. Так, это спуск. Ну давай, спустимся. Что-то где-то есть. Вот только где это? Что там? Куда он там ушел? Эй. Товарищ, ты куда делся? Это было странно. Кажется, я только что потерял персонажа. Да. Это волшебно. Он стал привидением. Сейчас проверим. Возможно он сейчас появится. Ну, и он не появился. Ну что ж, друзья. Видимо не судьба. Все так быстро закончить. В общем, я и наше привидение прощаемся с вами. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...